приветствую вас дорогие друзья с вами я анастасия час и сегодня обзор на пятницу 16 сентября скажу честно в последний момент передумала не хотела писать обзор потому что уже видите даже с прошлой пятницы как бы все пары загнали в такой узкий коридор особо сказать по поводу ничего но разве что куда сегодня более предполагаемое направление там более ярко выраженная скажем так куда пойдет и так на экране но для начала я забыла свои вот чтобы посмотреть может быть есть что-то подправить ну да под по сути для для вас это показываю вот то есть все таки я потом объясню что это такое в другом отдельном видео и смотрите это на экране у нас пара евро доллар и что у нас означает видите как скопление всех вот здесь вот и недельная недельная показывает что скоро что все таки мы вот в конце этого дня то есть в начале следующей недели разворот вниз хотя дневной тренд на сегодня показывает что мы все таки возможно возможно все таки будет такой конкретный прорыв вниз это пара евро доллар я говорю повторюсь все сильно долго я не буду задерживаться по парам потому что гура особо сказать нечего ведь и мы оттолкнулись от разворотной линии дня на открытии так называемый пивот и пошли вниз внизу здесь и и линии дневные вот мы ее протестировали и дальше линии месяца но и такие вот уровни у нас вполне возможно что мы сегодня но пока суть до дела скажем так придем к 1 121 18 хотя мы можем прийти вот опять-таки сюда протестировать 1 120 70 ну и возможно даже даже ниже вот даже где-то вот так вот 1 119 28 ну 119 30 119 50 ну вот как-то вот так это такие у меня ожидания потому что видите назад еще сильный такой уровень здесь находится на 1 120 80 и пока никак не не прорвет ну вернее не запустят хозяева рынка куда-нибудь в одну или в другую сторону вот такие ожидания по паре евро долларом повторюсь что дневной тренд по мне показывает вниз но вы видите что мы как вниз ходим так и вверх с таким же успехом внутри дня что но практически в одном диапазоне и так следующая пара у нас на очереди доллар-франк какие у нас ожидания по доллар франку тоже сейчас потому что я забыла еще раз покажу то есть по подправлю тут потом вы поймете игру я расскажу что это означает вот значит смотрите что нам показывает опять-таки я говорю все пары загнали в такой узкий достаточно диапазон и они здесь телепаются да пока что у нас по доллар-франку слегка нисходящий вот но они показывают что в конце дня на пересечении либо в начале в понедельник следующего дня типа мы развернемся хотя на неделях у нас давно уже показал вот еще три-четыре дня назад что мы типа разворачиваемся и пойдем вверх то есть следующей неделе возможно все-таки прорыв вверх либо даже сегодня уже хотя игру на днях тренд нисходящий я ожидаю что возможно даже сегодня во второй половине дня или в обед там чуть позже мы все-таки прорвемся вверх вот здесь такой сильный уровень вот и на месяцах нам показывает что мы разворачиваемся вверх вот такие ожидания друзья по паре доллар-франк следующая пара у нас на очереди фунт-доллар 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 смотрите тоже я знаю сейчас посмотрю ну также у нас по фунту доллару показывает что мы ну все верно что мы разворачиваемся вниз на сегодняшний день то есть тренд на дневной сегодня о уже даже видите от линии откатил вниз хотя вот мы находимся ниже такого существенного уровня да и вот отработали линию недельную опять-таки тоже скопление скопились практически здесь все линии но тренд у нас показывает по фунту на сегодня нисходящий то есть возможно какие у нас там цели внизу возможно вот мы придем сюда на 1 318 и даже возможно еще ниже 1 315 50 и даже чуток ниже вот я вам сказала что сначала один вот такой возможен но я не исключаю такой возможности что мы можем и вверх как фунт это может делать внутри дня и вверх прийти еще раз вот протестировать линию месяца это 1 330 и там чуть выше 1 330 50 вот как то так такие ожидания по фунту по доллару и остается у нас последняя пара доллар-иена и так сейчас посмотрим по доллар-иене все правильно ли тут у нас показывать ничего не изменилось хотя чуток вот изменилось я обещала рассказать про эти линии как я их провожу но вы ждите потому что я запишу в скором времени видео чтобы вам показать объяснить как это происходит но видите на днях у нас вот тренд нисходящий чуть выше линия месяца месяц как бы у нас восходящий но недельный тренд тоже нисходящий дневной тренд нисходящий и вот тоже опять таки все скопление но на сегодня показывает нисходящий так что вполне вероятно потому что вот все зависит от этого уровня 107 257 пробьемся выше и откатим к нему закрепимся значит прорвемся вверх ну а пока держимся ниже этого уровня 90 вероятность процентов вероятность того что мы будем продолжать движение вниз то есть вот для того чтобы мы прорвались вверх мы должны закрепиться выше этого уровня 102 360 то есть вот так вот пробиться вверх откатите немножко может быть до разворотной линии дня и пойти дальше вверх потому что пока видите туда-сюда вот здесь был такой как бы ну не совсем ложный вот вчера вот что значит пробой откат вот прямо видите буквально до этого уровня и пошли дальше вверх то есть можно было становиться отсюда и какие-то какой-то профит собрать да ну а потом видите еще тоже кинули свечку тоже как бы тестировали то есть она туда-сюда нет какого-то конкретного такого потому что обычно бывает более ярко выраженной тут пробились вот туда-сюда ну туда вот вверх хорошо откатили там скажем ну можем коснуться а можем даже не коснуться и отсюда пойти дальше там в ту сторону в которой случился пробой ну вот такие ожидания ну более вероятно сегодня скажем так что будет такой пробой или сильное такое выраженное движение вниз но опять-таки это иена мы можем откатить и до разворотной линии дня либо еще раз вот сюда как это вчера то есть загнали в узкий диапазон и это вполне вероятно что вот в этом диапазоне но сегодня пятница так что можно ожидать всякое разное вот ну такие в принципе ожидания у меня на сегодня по основным валютным парам я благодарю вас за внимание друзья подписывайтесь на мой канал ставьте лайки делитесь с друзьями пишите комментарии задавайте вопросы мне очень важно понять что вам это нужно что вам это интересно обратная связь всегда очень важно чтобы ты чувствовал что ты это не зря делаешь что кому-то это помогает кого-то это радует кто-то этим делится с вами была анастасия час и пока пока друзья мои до следующей недели до до до